Итак, казалось бы, что я вам хочу сейчас сказать? Что я хочу вам сейчас сказать? Мы сейчас разберем с вами понятие интернет. Откуда он появился? И немножко поговорим об особенности самого интернета. Итак, интернет появился в 1957-58 гг. То есть именно тогда, когда мы запустили свой первый искусственный путь к Земле. И вот тогда началось внедрение интернетизации. Естественно, произошло все не так уж и быстро. И только после введения протокола TCP-IP, а это было в 1982 году, он стал расширяться. То есть можно было подключиться различными устройствами. И тогда, в принципе, в 1982 году, вы не помните, а я вспомню, этот 1982 год, это был Sinkler ZX Spectrum на процессоре Z80. Он был в общем-то 1982 года. А в России он появился в 1990 году. А в 1989 году интернет уже начал работать. Это было красиво. И давайте все-таки определимся, что мы делали в 1989 году. В 1989 году я играл в компьютерные игры на калькуляторе. Тогда еще моделист конструктора давал нам пошаговые инструкции, что необходимо убивать. И первый полет был луналет. Пытались садить его. Ну, садили. Но потом уже в 1990 году я пришел к своему товарищу Виталику Коркину и сказал, давай поиграем в компьютер. Он мне показал ZX Spectrum. И после этого я, естественно, поехал его себе покупать. И все это было хорошо и красиво. Но тогда мы уже опаздывали. Понимаете? То есть с 1989 года он уже начал работать. А в 1989 году мы только первые компьютеры. И в 1982 года к нам еще влились то. То есть вот наша дивная задержка. И она задержка не с 1989 года. Она еще была глубоко дальше. И давайте все-таки определимся. Если мы говорим об интернете, то в русском языке слово интернет не существует в природе своей. По сути события это англоговорящий фрагмент той жизни. И вот я сейчас... Возможно то, что будет за моей спиной, будет меняться. Тут разницы нет. Я не столько много снимал зиму, естественно, весну и лето. Ну да ладно. Это мы уже... Потом я вам продемонстрирую, что я в этой жизни начинаю уметь. То есть я могу снимать 3D-графику. Естественно, я это вам показывал в прошлом сюжете. Я могу сделать рирпроекцию. Это она есть в этом сюжете. И поэтому я буду прыгать, уменьшаться. Но никогда я не буду состыковывать свой диалог с вами. Почему я не состыковываю свой диалог с вами? Потому что в ваших мыслях посмотреть, каким макаром у меня все это дело в голове моей складывается. Давайте все-таки определимся от блогерства. Блогеры, они склеивают, естественно. Ну, это их жизнь, понимаете. А у меня жизнь одна. Как бы вам грамотно объяснить данную ситуацию? Естественный вариант. То есть я никогда не говорю, подпишитесь. Этого не стоит делать. Знаете почему? Потому что интернет для меня появился, кстати, не так уж и давно. То я сразу не подключался, потому что мне это было не нужно. Потому что я занимаюсь политикой с 1996 года. Именно в 1996 году мы поехали на выборы. Это была первая битва. Мы, к сожалению, проиграли. Но зато потом уже кое-что выиграли. Это точно даже, кстати, стало хорошо. Потому что если бы не Виктор Филиппович Рашников пришел бы, то Магнитогорск бы в таком состоянии не существовал в природе своей. Потому что единственное предприятие, которое еще сохранилось, которое не развалилось, это единственный Магнитогорский металлургический комбинат, который приобрел к себе еще и дополнительные помещения в районе метизно-металлургического завода. То есть это сейчас уже серьезный вариант. С калибровкой там было все сложнее. Ее разрушили в Нехачу. И сегодня это база, где вы что-то можете сделать, взяв что-то в природу своей. Там очень много пространства. Если вы что-то хотите придумать, то это не проблема. Езжайте на комбинат, вам он туда устроит. Но что бы дальше произошло, а как раз в 1996 году я посмотрел, был такой товарищ Том Круз. Слышали, да? Вот его многочисленный сериал. И в первом своей части, почему я говорю, потому что в 1997 году мы поехали в Америку. И когда мы поехали в Америку, я знал, что нефиг туда соваться. Конечно, когда я приехал в Америку, то есть у меня были некоторые проблемки, но они закончились ровно через неделю. После этого я начал говорить на английском языке. И в течение этого сюжета я им кое-что приклеил. Вот эта отдельная часть нашей беседы. В другую ситуацию у нас будет своей речь. И именно тогда товарищ мой, Джон Зуккал, к сожалению, он уже умер. Это был, по-моему, первый человек, который умер. Ну, за исключением дедов своих, которым я молюсь, естественно, за исключением... Так, а бабушка еще тогда была, а бабушка тогда еще была, да. Он мне дал свою почту. И эта почта заканчивалась на точку. Ну, не точку, а собака была такая, а Ол. Что такое Ол? О, сейчас, 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 сейчас начнется. Сейчас начнется. Это Америка Онлайн. И когда вам говорят, что Google, Яндекс, Херандекс, Чмошниковский, это все хорошо и ровно, нет. Первоначальная, первоначальная была, это Америка Онлайн. Да, 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 да. Тогда, когда появился интернет, тогда и появился Америка Онлайн. А всякие гуглы, это уже все чуть-чуть позже произошло-то. Поэтому не надо сказки рассказывать. И давайте зададим наш дивный вопрос. Вот вы думаете, что интернет вам нужен? А мы проверим, так ли это на самом деле-то. Почему? Потому что я хотел бы вам показать маленький другой нюанс. Это называется Википедия. Слышали про нее? Так вот, послушайте, про эту штучку. Википедия, что она дает? Сейчас я немножко кучу подниму, потому что камера начала немножко опускаться, а мне надо приподнять. Это будет 3 секунды дела. Вот я даже до сюда дойду. Сейчас я чуть-чуть приподниму. Вот она, что-то, 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 что-то сейчас я немножко вот так, вот, вот так и закреплю. Ах, ах, все. Да, 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 да. Стыки есть. Так они и пускай будут, эти стыки. О, все, цимус. Да. Камера, хорошая штучка. К слову, о этих камерах, они, кстати, недешево стоят, если честно. Вот, уже после этого в 99-м году А, нет, да, да, да. Ну, из той же оперы я себе купил первую камеру, теперь немножко все стало немножко по-другому, получше. Так вот, вернувшись на круги своя, мы зададим вопрос. Сейчас я вобью, все это делал, да, Википедия. И вот обратите внимание, в этой Википедии количество страниц на русском языке. Сколько их? Ну, скажем так, явно меньше, чем на английском языке, наверное, в десятки раз. То есть давайте все-таки определимся, интернет это что? The internet in the English Spokman territory. Это место, где люди говорят на английском языке. Окей. И вы хотели бы что-то узнать, но не получается, английский-то язык у вас так, на минус с небольшим. As I can see, I can use Englishman, and for me it's interesting, because I can use my things, my muscles, not muscles. As you can see, I can interpret what I will be needed, not using the interpretation. But, то есть я еще раз вам говорю, то есть я пытаюсь найти свои мысли, свои устремления, и не используя английский переводчик, потому что я могу говорить по-английски. Но вы-то не умеете говорить по-английски, или все-таки вы умеете говорить по-английски? А, а вот у вас есть переводчики. Да, господа мои. Именно таким макаром я пытаюсь сейчас людям объяснить процедуру лечения различных раковых заболеваний. В основном, конечно, я использую тот же википедии, задаю вопрос, но если это не получается, я использую переводчик, и все получается достаточно легко и просто. А вот теперь, а вот теперь у вас будут проблемки, то вы наверняка хотите знать, что такое средняя заработная плата. Вбивайте. Что есть? Селерей. Ясно? Ну, про пенсию я у вас не буду ничего говорить, это пенсион. А вот вы должны про таксы знать. Таксы, такие же дела, таксис. Вот. Что еще интересно у нас? Мясо, ну, там, мид, в принципе, вы можете тоже убить, это несложно. Вы должны узнать, что такое медицина. It's not a problem. Вы можете, используя переводчик, узнать, что такое медицина. Health. Or medical story. И давайте все-таки определимся с нашей сегодняшней жизнью. Да, 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 да. К слову о том, что есть товарищи, которые нам говорят, что мы такие красивые, навороченные, круче нас ничего нету в этой природе своей. Но так ли это на самом деле? Так так ли это на самом деле? Что мы такое? Мы это большая территория, самая большая страна в мире, но если вы используете поисковик, то в этом поисковике, в любой точке вы можете посмотреть настоящую реальную карту. То есть то, что везде и всюду, то есть это атлас, он не является точной копией. Почему не является точной копией? Потому что он растянут. То есть у нас что получается? Основная часть — это экватор, правильно? А остальные другие части их немножко растянули. То есть их надо немножко сжать, и вы можете посмотреть и потихонечку убедиться, что Россия хорошая территория, большая территория. Если мы кое-что не просрали, а просрали, потому что у нас был один странноватый, идиотский человек под названием Гороёбс, «Тварь конченая». Зачем он перестройку устроил? Это уже отдельная тема. Вы, кстати, это можете посмотреть в предыдущем моем сюжете, где я показываю, что мы потеряли проавиацию, как мы потеряли космос. В общем, мы много чего потеряли. А теперь я бы, конечно, хотел бы, чтобы... Понимаете, когда человек идет служить, а особенно войска, а особенно... Это называется штука под названием... Что? Вообще-то в мире это называется спай. Но у нас это называется... Не шпион, нет-нет-нет. У нас это тогда называется разведчик. Так вот разведчик, который был в Великобритании... О, нет, прошу прощения, немножко нагнал, в Германии, он наверняка же был сто процентов, он был членом КПСС. К слову о том, что все сегодняшние товарищи, они были раньше членами КПСС, естественно. Так, может быть, все-таки вернуть на круги своя и немножко подумать о том, что да, Россия хороша, но давайте зададим вопрос. То есть раз нам говорят, что мы на пятом месте, мы проверим, на пятом ли месте, чтобы вам стало легко и понятно. Ну, мы где говорим? American Line. Yes. It will be cool. It will be enough. Because it's English version. Вбиваем туда, сразу вбивайте, то есть давайте определимся, какое количество у нас нефтедобывающих компаний есть. Oil refinery company. Можете вбить, никаких проблем нет. Ну, чтобы это было хорошо и красиво, хорошо и красиво, хорошо и красиво, вбиваем топ 10, топ 100, 1000, 100, короче 100. У меня немножко косяки бывают, это я вот еще не доехал. Точнее, я никак не могу доехать. Ну, вот там, Oil refinery company. Хорошо? Вот вбиваем, вот вы вбили, да? Сейчас я вам покажу тот самый результат. Прикольно, да? Это не мы. И это не мы. И это не мы. И это не мы. И это не мы. Но мы где-то здесь, понимаете? То есть надо все это дело собрать, сколько и количество. И окажется, что как бы, ну, говорить о бизнес-заправочной станции, это как бы, ну, ну, это, скажем так, обманчик, ледники. А нам все говорят, что мы на первом месте. Окей. Если вы хотите узнать, сколько вы добываете газа, вбиваем. Я вам говорил, oil companies, gas companies, natural gas companies, top 100 gas companies, or the top gas companies in the world. Вбиваете? Ну, вы вбили, да? Видите? Где мы находимся? Мы далеко, далеко, далеко не там. Ну, где-то вот, вот, где-то тут. То есть и по газу-то мы не в самом топе. Ясненько, да? Теперь вас, наверное, интересует уровень, уровень медицины, да? Что такое? Medical. Та же самая. Давайте все-таки определимся. The companies, or the whole world companies in the world, in the medical store, or medical equipment, or medical. Давайте посмотрим, где мы находимся. 82-ое место. Я вам ничего не буду говорить, но внезапно, мне не надо было тут кое-что поискать, у одного человечка есть некоторые проблемки с раком. и это было в 1973 или в 1974 году, но не помню, что же опера, то есть мы были на первом месте. Да? Вы не помните, что ли? Вернитесь на круги своя. Вернитесь на круги своя. И только в 2013 году, 2012 году, Куба стала на первом месте. Во всем топе. Почему-то везде есть молчатка. Это плохо, конечно. Ну да ладно. Теперь у нас возникает еще один вопрос, естественно. То есть давайте все-таки определимся с salary. То есть среднемесячная заработная плата. Ну, стандартная среднемесячная заработная плата. А вбиваем ее и как-то ну где мы что-то находимся? Ой-ой-ой, где мы в какой-то сраке находимся? Это вам говорят, что 500 долларов вы заработаете? Нет, 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 нет. У нас я вот хожу и мне так говорят за 200 рублей, 200, 20 тысяч рублей ты можешь устраиваться на работу. Что такое? Это практически 200 долларов. Это 200 долларов. Как можно жить в той самой дивной территории? Теперь маленький вопрос, естественно, есть у вас. Как же так-то? Как же так-то? То есть давайте все-таки определимся, средний уровень заработной платы в Америке это примерно 4 тысячи долларов. Примерно. Ну, плюс-минус. 4 тысячи долларов. Плюс-минус. Может быть больше. Плюс-минус. Ну, я не знаю. Плюс-минус. Вот. То есть это даже как-то ну не совсем те 40 тысяч рублей. И вам, конечно, очень грамотно, сильно-сильно захочется посмотреть, сколько там у них стоит мяса. Да. Meat. Pork. Meat. Это свинина. Or beef. Meat. Это говядина. Там есть такие штучки под названием ну, типа наши супермаркеты, естественно. Так в Мете тамошний супермаркет и посмотрите ценники. То есть там все четко вырезано. Там даже костей нет их убирает. Вот это все там есть. Ну, ценник чуть-чуть дороже, чем нас. Но это там же все и в идеальном состоянии. Правильно? Ну, то как-то так и получается, что в принципе при средней заработной плате 4 тысячи долларов они немножко чуть-чуть больше кушают. Вообще в крови своей. Это я, тем не менее, буду говорить про те страны, которые умудряются. Америка неплохая страна. Вопросов нет. Топовая, красивая страна. Но не надо никогда говорить и верить в то, что Америка в сраке в полное. Далеко не все так в сраке в полное. Мне когда говорят, что у нас все красиво и ровно, я говорю, ну да, наверное, у нас красиво и ровно. Но я проезжал в Миндяк, посмотрел, как там мусор развалился за последние 15 лет. Я сказал, больше я туда никак. То есть есть мусор, который вы в полиэтиленовых пакетах могли бы сжечь в своих топках. Ну, баня же есть у каждого или пятая, десятая. Это не сложно, в принципе, сделать. Вы все это так засрали, что я сказал, нет. Я, конечно, не поеду на Поволжье. Потому что в Поволжье люди не срут у себя, естественно. Нет. Они выбирают все, есть мусор на дорогу. Зачем куда-то таскать? Вот так вот. То есть вот не надо говорить, что мы вообще в идеале. Ну, давайте все-таки не будем говорить. Города некоторые в хорошем состоянии. Ну, некоторые. Потому что, если мы будем забивать тоже, допустим, дорога называется из Якутии в Магадан, ну, посмотрите. То есть там огромные, как бы сказать, города пустые. Огромные города там пустые. То есть стоят девятиэтажки, только в одной на выходе. Кто-то еще живет. Все остальное в пустоте. Это, конечно, не очень хорошо. И вот, когда мы уже в преддверии выборов говорим, то есть, в принципе, вы же нам говорите, используйте, грубо говоря, интернет по самые кривые помидоры. Ну, типа того, да? Еще раз говорю, для того, чтобы вам залезть в госуслуги, это, если честно, да, то надо использовать отдельные программы под названием обработка фото. Для того, чтобы вы могли свою фотографию воткнуть. Там же тоже спрашивают ни больше, ни меньше. Для чего это нужен? Нужен фоторедактор. Или человек, который с этим делом умеет заниматься. ну, это некоторая бредятина, естественно, она присутствует своими делами. То есть, мы вам, в принципе, все это дело объяснили. И когда нам говорят сказки, я не против того, что вы занимаетесь. Я даже очень любитель того, к чему у нас показывают наши основные цифровые каналы. да, все хорошо, да, будет красиво. Это хорошо и замечательно. Но, если бы хорошо и замечательно, то хотя бы, хотелось бы, ну, давайте так, опустимся на круги своя, и когда мы начинаем сказки втирать про то, что раньше машины можно было купить, давайте определимся. В интернете вбейте, просто у нас один поисковичок есть, называется YouTube. И там именно вбейте, то есть возможности покупки автомобилей жителями Советского Союза. И вы определите, что машины никогда дешево не стоили. Некоторые машины стоили настолько серьезно, что, в принципе, 600-й Mercedes бы подкуривал. Это называется «Чайки», «Зисы», «Зилы». Это вообще просто нельзя было купить в природе своей никому. Так что давайте все-таки определимся с другими вещами. Другой вариант той же самой Америки. Когда я был в Америке, я говорил с Джоном, он говорит, что такого сложного, я себе купил машину за 500 долларов. 500 долларов, грубо говоря, это мы сейчас можем перемножить, ну, грубо говоря, 50 тысяч рублей. Ну, можно же себе за 50 тысяч рублей взять машину, ну, на которой можно ездить. Из пункта А в пункт Б. Логично же, можно. А супруги он купил машину за 700 долларов. Это, грубо говоря, получается, ну, 75 тысяч рублей. Тоже можно что-то купить. И вот они так ездят. То есть, у них таких вариантов нет. Почему мы сейчас идем именно... То есть, мы в данной ситуации, когда народ проголосовал за капитализм, вы немножко не доехали, а надо было доезжать. То есть, у капитализма такая же метода работы, понимаете? То есть, сначала надо себе набить карманы. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. И все вот эти ритейлеры, которые нам дают эти возможности что-то купить из разряда еды, они тем же самым занимаются. То есть, пока у них денег не будет вот так, чтобы обосраться они нас будут давить и давайте все-таки расскажем сказки о том что вот если честно то мясо реально столько не стоит да и в америке и столько не стоит это мясо которые люди сделали своими руками дали вам то есть там не надо забывать что люди работают и вот там очень хорошо платят за людей которые делами своими делает что-то это же руки и все куда включается руки тамошних работников имеют дополнительные условия оплаты естественно потому что там мы за это дело они стали ценить только после того как появился товарищ владимир ильич ленин который четко обрезал капитализм по самые кривые помидоры кривые помидоры на кривые помидоры потому что сегодня сейчас капитализма в той структуре уже нет нет и все и те то сразу начали понимать а потом еще там кстати вот это мне больше нравится почему у нас нет нормального профсоюза то есть как бы магнитогорске есть профсоюз но он своеобразный хотелось бы чтобы профсоюз реально защищал всех вас понимаете а не сидел у кого-то на хвосте поэтому отдельный вариант вам подумать об этих профсоюзах то есть у нас есть специалисты грамотные которые пойдут и будут в суде доказывать я конечно все понимаю что у нас немножко сложности возникают ну да ладно то все в любом случае есть суды и там также люди судятся то бишь раз мы решили и раз мы вам в интернете показали то что является правдой это явление правды оно спокойно описано в нормальных англоязычных интернет изданиях вы же проверили все это делается мы проверили и убедились да то что россия это далеко не бензоколонка о том что у россии газ есть ну как бы сказать его не сильно то и много естественно запасы большие но пространство перемещение конечно самый лучший вариант это полностью переключиться на ядерную энергетику потому что если бы не которые решили на украине что-то сделать с чернобыльской аварией то есть больше никаких аварий у нас природе не существует это япония по три раза побахнулась то есть две ядерные бомбы и третье вкусимо там бабуха но там тоже надо голову включать а не включили лоханулись но бывают такие вещи что же вы хотите всех остальных вещах в принципе все нормально и желательный был бы вариант термоядерной энергетики подготовиться идти к ней и тогда и тогда наверное все таки мы забудем жесткую необходимость перегораживать наши реки то есть эти плотины я бы убрал бы потому что они уже не нужны если у тебя есть нормальный термоядерный реактор или ядерный серьезный реактор зачем тебе перегружать реку откройте наконец-таки поймите что в принципе в районе москвы вы можете попробовать на волге поймать настоящую черную рыбу в смысле настоящую ту рыбу которая производит вам черную икру раньше такое было так вы всю волгу перегородили вы перегородили перегородили даже урал реку и рекминская водохранили все на чего для чего не въезжая вообще в природе своей уберите все это дело верните на круги своя и знаете будет вообще все неплохо и то же самое раз мы переходим к термоядерной энергетики к ядерной энергетики ну наверное понимаете почему нам необходим кокс почему нам необходим кокс потому что все что мы должны строить не должно строиться из тонкой стали нет она должна стоить строится либо из хорошей стали и с добавками того что мы сейчас научились сделать а это углепластик а это разумеется различные композиции где есть смола смола настоящая откуда берется нужно просто так вы не пойдете в лесу брать смолу нет конечно вы берете смолу из из нефти поэтому нефть тоже у нас останется естественно уже нужно что-то делать красивые ровные да а вот я понимаю чем это я вот реально понимаю но дело в том что у меня была ситуация такая вот видите с головой тут проблемки на ведь что за проблемки но это отдельная тема естественно то есть я поехал в китай был два три раза да и последний раз я просто тупо решил посмотреть из чего там сделаны обыкновенные откосы которые типа сделаны из 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 еще вы думаете что все там сделано из древесины нет там сделан пластик который покрыт так господин и я лично это видел я лично это видел теперь вы уже должны понимать что раз мы не в топе давайте вернемся на круги своя ну давайте все таки вот чтобы как бы вам сказать если собрать сколько мы производим и поделить на все это дело но давайте мы не будем америкой не будет франция конечно тоже далеко ладно что же мы лохи же мы же не можем есть плесневелый сыр который там в топе и не понимаю для чего когда есть нормальный сыр нет плесенью надо покрывать надо быть дебилом наверное да отдельная тема ну мы бы могли бы нормально что-то покушать вкуснейшее мы это делаем хорошо и красиво мало того мало того вот ладно это вот топ давайте давайте все-таки уберем некоторое количество наших восточноевропейских стран которые были сторонами варшавского договора к слову о том что стороны варшавского договора я просто с ними беседовал ну это нужно было так они говорили ушника зачем зачем вы все это дело просрали я дал правильный вопрос потому что они кормили зачем мы их просто про то есть давайте все-таки маленький нюанс когда вы спокойненько зашли в магазин и у вас три качественных сорта водки 3 качественных сорта водки сделанных под эгидой государства это конечно вкуснота и вот из той же сортов водки магнитогорск был в идеальном состоянии магнитогорске была тогда еще очень хорошая колбаса и она была и сказки мне рассказывайте потому что я сам из советского союза я много чего видел и вы знаете я видел такое понятие как называется пиво когда я приносил для серёжа пиво вот и через семь дней если он стояла не в холодильнике то там все приехали потому что это было настоящее пиво понимаете все сегодня есть это пиво которым говорит из верхнеуральского приводит это пиво это хорошо 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 ну хлеб у нас черный это очень даже хорошо колбаса была а вот про молоко то я забыл да 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 про молоко да то есть в молоко вообще когда не хранится слишком долго вы не понимаете да то есть вас убивают всяким говном а вы это говно и живете ну жрите это ваша проблема но умность поступилась бы немножко по-другому и вот если мы все это дело вернем и скажем что мы в принципе их кормили ну давайте все-таки чуть-чуть опустимся и будем ну на уровне венгрии румынии ну и чуть-чуть выше чем болгария вот это средняя заработная плата вернемся на круги свои давайте еще раз вернемся на крылья top salary top monthly salary or top year salary там просто поделите все это дело на 12 и поймете то есть вот как вот так вот неплохо было бы чтобы мы все получали кто работает получали бы нормальные денежки в районе там 2-2 тысяч долларов это это не большая сумма это грубо говоря 200 тысяч рублей почему нет и давайте все-таки вернемся к пенсии сейчас начнется да 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 давайте в пенсии залезем и так pension pension in the whole world monthly or yearly там же поделите все это на 12 и вот что-то оказывается что у нас эта пенсия вот средняя пенсия у процентов наверное 50 человеков ну то есть если брать всех которые еще могут дожить до этого момента еще раз вам говорю свое время и оси рионович так и сказал в 50 лет вы приехали уже там ничего не стоит и вы не можете ничего делать то есть 50 это ладно хотя бы может и поспать немножко отдохнуть пожить вы же поработали для государства государство должно для вас жить ну это как бы ну не совсем 200 долларов то о чем речь то идет ну хотя бы ну хотя бы ну 1000 долларов это нормальная сумма на которой в принципе люди больные а все пенсионеры больные люди я лично 2 группы инвалидности вы даже не представляете сколько в моей голове вложено сколько там вложено и мне сейчас просто необходимо поэтому я когда-то ну через два-три месяца спрошу у вас ребята вы можете мне помочь потому что без лекарств сам у меня сейчас мое лекарство уже закончилось то есть мы пока еще очень даже не в том состоянии помните да еще раз вам покажу на котором мы вместе то есть мы на восемьдесят втором месте ребятки но все я прекрасно понимаю что вы хотите что мы стали круче но вы просто просрали все это дело за 33 года то есть вы сейчас сделали как сраный капитал хотя в принципе будут одинаковым то есть сначала их надо зажиреть потом уже когда у жуля вот уже как вот здесь тогда вы будете что-то решать ну поделившись со всеми своими деньгами как это делает товарищ под названием основатель microsoft билл гейтс он просто говорит а куда все мне притащить когда я могу позволить себе что-то поработать но у нас еще пока далеко естественно не до этого то есть мы пока у нас яхты должны быть круче всех то есть яхта круче чем линкор это как странный вариант но есть такие товарищи ну да ладно отдельная тема ладно хоть немножко их приструнили и вот такая ситуация если это будет если все-таки мы вернем на круги свою пенсию то есть давайте назад то есть в принципе мы вам все 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 показали другой вариант маленький нюанс сейчас из той же оперы да мы про интернет говорим да а давайте все таки average temperature from the year ведь где россия накажется твою мать на первом месте неплохо да так неплохо да то есть в average среднюю погоду вам столько всяких вещей предстоит надевать на себя а это деньги постоянные деньги а это отопление и вы мне говорите что на 200 долларов которые наша пенсия можно существовать да вы будете сидеть бамбук курить ну как это делаю я тоже по-другому не получается я все-таки стараюсь говорить про вас про то что если бы хотя бы что-то было среднее на уровне венгрии румынии допустим уже не были когда крутыми да вот и хотя бы пенсия была на том же уровне ну тогда бы еще как-то жить то можно было бы что же вы делаете ну так не есть такое не есть удовольствие и когда вы говорите что мы должны сидеть ждать и что это возможно случится ну а может быть не каждый первый будет ждать то или вы думаете что количество людей это 130 миллионов человек не испарится но постоянно испаряется она реально испаряется на наше место приезжают наши любимые товарищи которые вообще-то южнее живут но в связи с тем что здесь платят больше чем там они сюда и приезжают узбеки таджики киргизы а туркменистане едет потому что там и все так все хорошо и красиво когда нас есть места из-за развала советского союза которые живут лучшим россияне таджики белорусы ну там те кто слиняли я имею ввиду прибалты они конечно скотина были еще окончены еще тогда потому что вот этот наш засранец горбачев это дело сделал и нужно было всего год чтобы у них мозги то вы немножко повернулись в общем конечно история мне не нравится я хотел бы нормального будущего может быть мы это сделаем вместе с вами